Увеличение количества смертей от коронавируса относительно числа заразившихся в Магаданской области ниже, чем по Российской Федерации. Об этом на брифинге колымским журналистам рассказала главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко. На сегодняшний день в регионе более 1350 болеющих COVID-19. 948 человек выздоровели, 13 умерли. Кроме того, 387 человек находятся на лечении, в стационаре или на дому. В госпитализации подлежат только средней степени тяжести и тяжелые пациенты. Все легкие формы получают лечение на дому, в том числе бессимптомные. Легкими формами считается в том числе развитие пневмонии вирусной, но при поражении легких менее 25%. Больше всего заболевших в Магадане и Еольском городском округе. На остальной территории региона эпитопостановка не вызывает опасений, что позволяет специалистам расширить объемы оказания медицинской помощи и приступить к проведению профилактической диспансеризации. В этом году правительством Российской Федерации поставлена задача по созданию максимальной защиты населения от вирусов гриппа. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нынешние вакцины против гриппа содержат сразу три новых штамма, которые будут циркулировать на территории всего мира, на территории северного полушария в предстоящем эпид-сезоне 2020-2021 года. То есть мы этими вирусами не болели, мы от этих вирусов не прививались, поэтому без сомнения в этом сезоне вакцину с прививку от гриппа получить надо. Между тем, возможно, в скором времени в России будет представлена вакцина и от новой коронавирусной инфекции. Сейчас в разработке у ученых два варианта. В одном случае вакцина проходит клиническую апробацию, в другом случае специалисты приступили к исследованиям на добровольцах. При положительных результатах вакцина от новой коронавирусной инфекции может появиться уже к декабрю этого года.